Добрый вечер! Команда телеканала «Катунь-24» работает в Биске. В открытой студии Анна Москаленко. И начну, как всегда, с главных тем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир под открытым небом. Сегодня первый день работы проекта «Открытые новости». Команда журналистов, операторов, инженеров, режиссеров звука и монтажа «Катунь-24» путешествует по Алтайскому краю и создает новостные выпуски на улицах городов и сел. В этом году открытые новости начались в Биске. На Петровском бульваре Наукограда команда телеканала «Катунь-24» установила передвижную телевизионную станцию. Здесь можно на месте монтировать материалы и вести прямые эфиры. Смысл нашего проекта раскрывается его названием «Открытые новости». Мы приехали в ваш город. Мы стоим у вас на центральной улице. Мы максимально близко к своему зрителю. Вы не просто смотрите новости по телевизору, вы в них участвуете, проходя мимо, попадаете в кадр. Вы делаете новости вместе с нами. Работа началась. В сегодняшних и завтрашних выпусках мы расскажем об актуальных спортивных и культурных событиях города, поговорим об объектах, которые попали в нацпроекты, и проблемах местных жителей. Мы только приехали в ВИСК, уже нашли героев, нашли тему, но продолжаем искать, потому что нас ждут три очень насыщенных дня. И мы уже пообщались с героями, попали в гущу событий. Сейчас в нашей портативной студии смонтируем сюжеты, чтобы максимально оперативно выдать телезрителям телеканала «Катунь-24», что же происходит в городе. Смотрите «Открытые новости» в прямых эфирах в 10.00, 13.00 и 17.00. Впереди новые города и села. Совсем скоро мы отправимся к жителям Алтайского района. А вы, наши зрители, можете нам помочь. Присылайте самые интересные темы о событиях, которые происходят в ваших районах по нашему маршруту. Бийск, Алтайский и Паовский районы, Рубцовско, Роснощоковский район, Кулунда и Яровое. Вадим Слюсери, Фанна Москаленко, Денис Кузьменко. Новости. Водонапорная башня рухнула в поселке Зарябийского района. В результате сотни местных жителей остались без водоснабжения. Соседка пришла, сказала, что башня упала. Стали ждать. Потом вечером воду дали нам насосами, качают нам систему воду. Ждем. Водонапорную башню ввели в эксплуатацию около 60 лет назад. Последний раз текущий ремонт на объекте проводили два года назад. Сразу после происшествия районные власти приступили к необходимым работам на объекте. Установили временную систему. Подходящий вариант это безбашенная система. Везде уже вварились, все сделали. Подготовлено уже к запуску. Сейчас ждем. С Барнаула должны привезти аппаратуру высокочастотную, которая будет регулировать давление в системе. Отключение, подключение. Буквально в эти минуты, по словам главы сельской администрации, вода уже должна была вернуться в дома местных жителей. В дальнейшем власти планируют построить новую водонапорную башню. Краевой следственный комитет начал проверку после очередного происшествия с участием ребенка на аттракционах в Новоалтайском парке «Мандарин». Страшно. Я пустил. На, на, вот, все вышло. Все. Как сообщают в ведомстве, 12-летняя девочка ударилась ногами о крышу строения и получила травму. Девочка доставлена в медицинское учреждение. Ей оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Российский футболист Алексей Смертин приехал в БИСК, чтобы познакомиться с юными спортсменами. Он уже посетил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас он дает мастер-классы в культурно-спортивном центре юным воспитанникам. И прямо там сейчас находится наш корреспондент Анастасия Меньшакова. С нами на связи. Анастасия, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, Анна. Рядом со мной сейчас Алексей Смертин, советник президента Российского футбольного союза, председатель Краевой федерации футбола. Алексей, расскажите, пожалуйста, что же вас привело в БИСК? Ребята, которые дали возможность поиграть вместе, недовольные. Единственное, мало времени было, конечно. А так вот задор, энтузиазм их, он виден в глазах. Я благодарен, конечно, БИСКу и вообще нашему региону, Алтайскому краю, поскольку действительно мы не только целеной славимся, но и футбольными талантами. У нас несколько игроков уже в национальной сборной. Смотрите, вы побывали на футбольном турнире памяти Геннадия Смерцина. Посмотрели там на ребят, как играют, побывали в БИСКе, с ребятами сыграли. Как вы думаете, насколько у нас вообще футбол развит в Алтайском крае, и что можно сделать, чтобы все стало только лучше? Ну, мы, честно, я уже об этом сказал выше, действительно являемся лидерами по поставке высококлассных футболистов. Алтайский край, на мой взгляд, действительно, это кузница талантов, безусловно, потому что существуют традиции, и неважно, мне кажется, знаете, такая шутка бытует у нас в Алтайском крае. Подбей на остановке вверх мяч, любой очень хорошо ювелирно обработает мяч. Это к тому, что занимаются много массово и на высоком уровне. И ребят, которые сегодня играли, видно, что уже появляется исполнительское мастерство, что они играют, они делятся мячом, а они бегают там, скажем, куча. Это тоже очень классно, потому что с детства нужно прививать командные качества. А командные качества – это чувство локтя, это взаимодействие, подстраховка, ответственность, в конце концов, потому что это приводит к дальнейшему, к результату, естественно. И ты можешь реализоваться через командные действия. Поняли, ребят? Да! И последний вопрос. Смотрите, Российский футбольный союз, правительство Алтайского края, Министерство спорта, России заключили недавно соглашение о сотрудничестве. Как вы думаете, что оно даст Алтайскому краю? Ой, прирост, естественно. Как сейчас принято говорить, QPI. То есть прирост, занимающийся футболом, потому что футбол – это действительно уникальная сфера деятельности, в которой может участвовать любой человек. Будь он с ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, будь он на коляске, либо… Не важно, понимаете? Мы сейчас говорим, вопрос связан с тем, что мы развиваем массово. То есть мы даем возможность людям социализироваться через игру в футбол. А так как это самый массовый и доступный вид спорта, по большому счету, что нужно? Надел обувь, кроссовки, взял мяч и все. Мяч нужен. И даже раньше мы в портфеле ставили место вару. Поэтому речь идет как раз о массовости и о вовлеченности людей, тем более те, которые там зажаты в квартирах, им давать возможность играть в футбол. Потому что это здоровье, это опять-таки качество, которое мы прививаем через футбол. Поэтому соглашение было подписано именно в рамках устойчивого развития и социальной ответственности. Я призываю всех абсолютно здесь, уже с детства, понимать, что вы ответственны не только за себя, но ответственны не только за партнеров, а за родителей, вообще тех, кто каким-то образом сопричастен к вашей жизни. Алексей, большое вам спасибо. А я передаю слово в студию. Анастасия, спасибо. Ждем вас в студии с подробностями. И в продолжении темы о спорте. В Барнауле начался пятый международный турнир памяти Геннадия Ивановича Смертина. Приехало больше ста участников. Торжественное открытие состояло 6 июня. О том, как это было, в нашем сюжете. В этом году турнир среди юношей 2010 года рождения памяти Геннадия Смертина собрал шесть команд из четырех городов. Барнаула, Москвы, Алматы и Новосибирска. Открытие прошел парад команд-участниц. С приветственным словом на открытии турнира выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Сегодняшний турнир – все это подтверждение того, что мы стараемся уделять внимание спорту, его развивать. Но футбол, конечно, футбол – это спорт номер один по интересу, по привлекательности, по количеству занимающихся. Без сомнения. И в нашей стране, и, надо сказать, у нас на Алтае. Поэтому мы очень рады будем видеть сегодня, ну, в ближайшие дни вас в игре, вас в деле. Очень будем болеть. И в первую очередь болеть за то, чтобы эти игры давали возможность расти вашему мастерству. Участников турнира ждут пять соревновательных дней. Матчи на Барнаульском стадионе школы Смертина пройдут по круговой системе. Каждой команде предстоит встретиться с пятью соперниками. Помимо соревновательной программы будет и культурно-развлекательная. Для гостей турнира проведут экскурсии по Барнаулу. Мне кажется, что большая, обширная программа здесь намечена для ребят. Не только футбол, поэтому обязательно они будут общаться с ребятами из других команд. И это, я считаю, очень важно для особенно таких младших возрастов. Ребята очень ждут. Соперники у нас будут очень серьезные. Они это понимают. И «Локомотив» Москва, и «Динамо» Москва, и «Динамо» Барнаул по-сибирски. Поэтому, я думаю, что будет очень для нас интересно. Это мы наберемся опытом. Поддержать ребят приехал Александр Ерохин. Полузащитник петербургского «Зенита». Александр начинал свою футбольную карьеру в Барнауле под руководством Геннадия Смертина. Он, как никто, знает, что необходимо спортсмену, чтобы добиться успеха. Верить, верить в свою мечту, стремиться. В первую очередь, футбол – это тренировки, это желание, постоянное желание прогрессировать. И я думаю, что при должном отношении у каждого есть отличный шанс добиться больших высот в футболе. Футбол – это такая игра, которая объединяет, во время которой, во время боления за свою команду можно проявить только лучшие качества свои. И поэтому, я думаю, для ребят это, как минимум, удовольствие, и это их всплотит. На турнире лично присутствовал легендарный алтайский футболист Алексей Смертин. Он пообщался с ребятами, рассказал о своей карьере и показал участникам фильм о своем отце Геннадии Смертине, памяти которого организован турнир. На мой взгляд, чем хорош футбол, тем, что он объединяет всех абсолютно. И через игру, как инструмент, можно вовлечь, социализировать людей любой категории абсолютно. И, как вы понимаете, здесь не важно счетное табло, важно самоучастие, те эмоции, которые получают. Мы даже вот сейчас слышим, забили голы, уже ты понимаешь после такой реакции, что турнир не напрасно организован. Турнир проводят за счет средств президентского и губернаторского гранта. Для многих спортсменов это первые международные соревнования и, возможно, первые шаги в большой футбол. Алина Пенигина, Алексей Михайлов, Новости. В честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Бийске устроили бал. Закружиться в вальсе мог любой желающий. Подробности в сюжете. Музыка, костюмы и танцы – все это создает атмосферу бала пушкинских времен. Участницы творческого объединения «Традиция», устроившие показательные выступления, уверены, когда надеваешь такое платье, даже осанка управляется. Три раза в неделю объединение репетирует, причем изучает не только танцы. Как кавалер пригласит, как может приглашать, как дама может отказать, если, допустим, пригласили два кавалера, да, ну то есть какие-то такие нюансы, которые могут произойти на балах. Любой гуляющий по Петровскому бульвару бичанин мог влиться в танец. Для этого руководители творческого объединения сделали разбор полонеза, польки и мазурки с подробными комментариями. Первый раз на балу попали. Замечательно. Организация замечательная, платье просто великолепное. Нам очень нравится. Надо платье готовить, надо подготовиться. Мы специально сюда пришли в это время, чтобы посмотреть. Как раньше, в мои годы, звучала музыка, мы могли подойти и танцевать. Объединению традиция уже семь лет. Его участники каждый год радуют жителей Наукограда осенним, зимним и весенним балами. Костюмы они шьют сами и декорируют по найденным в интернете выкройкам. Все танцы, которые мы танцуем, это реконструкция. Реконструкция, приближенная к оригиналу. Даже мы не реконструкторы больше, мы социальные танцы. То есть мы танцуем для людей, для партнера, для себя, чтобы было нам получить удовольствие от этого процесса. Следующее открытое выступление традиции пройдет 18 июня в Бийском городском саду. Юлия Шеламова, Денис Кузьменко, Михаил Лифуншан. Новости. Пока это все новости. Хорошего вам вечера.